А 19 марта на встрече губернатора с ветеранами войны представитель из Ноябрьска сказал о том, что в городе нет социальных магазинов. И Дмитрий Кобылкин обещал приехать и посмотреть, так ли это на самом деле. Мы не стали дожидаться визита губернатора и уже сегодня выяснили, что в Ноябрьске действительно нет магазинов, которые бы имели статус социальных. Просто потому, что в округе до сих пор не разработана нормативно-правовая документация, по которой магазин можно отнести к категории социальной и определить форму и рамки его работы. Но при этом в Ноябрьске есть несколько торговых сетей, где продукты питания стоят значительно дешевле, чем во многих других магазинах и дешевле официальной средней цены по городу. К слову, в соцмагазинах товары от средней цены по городу должны отличаться на 10-15% в сторону уменьшения. На сегодняшний день у нас где-то около 10 магазинов, которые реализуют именно вот такие продукты. Они не аккредитованы как социальные, но они реализуют социальные продукты, будем так говорить, которые на 10. И если мы сравним с округом, то у нас разница получается где-то от 20 до 40%. Даже если по городу у нас от 10 до 20%. Ну а кроме того, что в Ноябрьске есть предприниматели, которые ставку делают не на наценку, а наоборот продукции, и сеть их магазинов достаточно разветвлена в городе, некоторые категории граждан получают денежные выплаты на продукты. К примеру, ветеранам Великой Отечественной войны ежемесячно выплачивается 700 рублей, для того, чтобы человек не искал самый дешевый магазин, а мог приобрести все необходимое в ближайшем. А разница в стоимости продуктов компенсируется этими деньгами.